Мы уехали на машине на второй день и почти все осталось дома и собака моя, и сестры кошка. Два дня ехали, потом через границу шли пешком, потом нас уже привезли сюда, тут нам уже помогли очень сильно. У нас было все спокойно, мы все легли спать в один вечер и проснулись от того, что у нас война. Российские войска сами пришли, они сами начали все рушить, они начали убивать наших женщин и детей. И Путин говорит, что он нам помогает, нам не нужна помощь его, у нас не было проблем. Мы любим наше государство, мы любим нашего президента. Отношение изменилось только к политикам, а так к народу. К народу нет, мне никогда не изменится. У меня мама украинка, папа россиянин, причем тут народ? В принципе, мне кажется, они такие самые люди, тоже не хотят воевать. Я просто хочу, чтобы не было войны, и я считаю, что политики должны договориться. Ну, заберите ваши войска, посмотрите, так же россияне умирает, они же, как нам братья, даже их родственники, они не знают, где они. Пошли на обучение, и они уже на Украине лежат мертвые. Мы оставили все, мы взяли только с собой документы и буквально сменную одежду. Поняли окончательно, что надо ехать, когда уже над нашим домом гремели взрывы. Очень много напуханных, пострадавших бежит вся страна. От детей совершенно ничего не скроешь, они сразу поняли, что это война. Я не знаю, пусть они не присылают своих сыновей к нам, потому что, ну, как бы гибнут тоже наши парни. Они держатся, и спасибо им большое за это. Нам не нужна эта война, мы не хотим воевать. Пускай Путин заберет свои войска, мы умоляем и просим об этом. Нам больше ничего не нужно. Мы не хотим войны, мы не хотим воевать, мы никому не идем. Мы живем на своей родной земле, мы живем на Украине. Не приходите к нам с войной. Пожалуйста, прекратите войну, идите на перемирие. Так что я хочу сказать. Значит, война – это голодь и разруха, а мир – это счастье и покой. Субтитры создавал DimaTorzok